Итак, ребята, дальше нам с вами, пишем дальше сайт, нам предстоит сделать главную страницу. В чем здесь задумка? Страница маленькая, действий много. Итак, первая часть страницы, как говорится, если пользователь не авторизован, мы планируем, что у него будет высвечиваться регистрация, то есть перейти на страницу регистрации, и второе, либо ввести логин. Если человек авторизован, то на этой странице у нас должно высвечиваться уже иное, когда есть авторизация, то есть лента на то, что он подписан, иными словами, и второе сообщение, что вы уже вошли. Почему? Вроде бы небольшой текст, небольшие изменения, а действий нам предстоит много сделать. И вот как мы поступим. Итак, ранее, в предыдущем видео, мы с вами сделали страницу. Здесь я только давал рекомендации, как изучать дизайн. Там я особо ничего не выверял, делали быстро, вы уже будете копаться. Сделали индексную страницу, после чего я ее импортировал. После чего я ее импортировал, индекс.байлд. Вот этот файл, значит, что мы делаем. Что нам предстоит сделать? Делаю, чтобы вы понимали. Но в первую очередь нам предстоит написать представление. Потом мы напишем с вами URL. После этого мы с вами добавим... Мы ранее создавали author static папку, да, bootstrap, вот эту папку assets. Добавим, во-первых, позже мы будем, скорее всего, bootstrap добавлять в пути. И, посему, добавим нашу картинку и добавим CSS, переименуем то, что нам надо было. После нам надо будет этот CSS подключить в главный файл. После этого мы создадим шаблон индексный. И пропишем. При этом у нас будет два варианта, так как другие представления еще не прописаны. Но я ранее вам рекомендовал установить библиотеку. Мы написали исправь меня. И наши варианты у нас появятся. То есть мы никуда... Мы пишем так, чтобы понять, когда будем писать. Лентой вы уже вошли. И что нам исправить? Мы себе пометим, что... Это добавить URL. PostFollowView, когда напишем feed, да. И когда напишем представление, postFollowingProfiles. То есть это и с профилем будет. И второй вариант у нас будет... Вы уже вошли, да. Тоже мы себе пометили, чтобы нам было понятно, что нам надо дописать. Исправь меня. Коммент. Коммент. Post, когда напишем feed. Далее. И аккаунт логин. При этом прямо сейчас мы с вами добавили несколько настроечек. Которые очень удобные в Жанго. А именно логин добавили. Логин URL. Настройку. В общем-то действий довольно много. Вроде бы страница совсем мелочная. Но на самом деле действий много. И, в общем, вы поняли. Теперь вот и будем это делать только потихоньку, шаг за шагом. Все получится. Идем от простого к сложному. Так что запутаться тут сложно. Самое главное, ребят, обращаю ваше внимание. Всегда комментируйте, да. Это все потом уберется. Но когда у вас перед носом есть то, что надо исправить. И вы это понимаете. Для этого мы поговорим. Выработаем определенный стиль. Самый простой метод. Это ориентируется по URL name. Но в любом случае надо писать таким образом, чтобы мы с вами могли это прочитать. Да, то есть прочитать и понять, к чему это относится. И так как то, что нам надо исправить, у нас будет перед носом. То есть мы всегда сможем это найти и в нужный момент исправить. Посему ничего мы не упустим. Ну что ж. Продолжим писать. Те, кто начал с этого видео, ребята, огромная просьба. Надо начинать с первого урока. Курс Жанга начинается с первого урока. Уроков тут уже около двух сотен. Почему вот только мы подходим уже дальше, погоним так быстренько писать сайт.